Показатели рейтинга 50. Именно с этой темы началось оперативное совещание. 26 место занял городской округ Щелково в этом рейтинге по итогам 2019 года. Рейтинг 50 показывает эффективность работы органов местного самоуправления. Составляется он на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям. По многим, подчеркнула в своем докладе начальник управления по экономической политике Елена Митряева, работа в нашем округе ведется довольно неплохо. Однако ряд показателей пока не позволяет войти в так называемую зеленую зону. И здесь, подчеркнул глава Сергей Горелов, работа должна вестись более активно и плодотворно. Словом, эта работа должна вестись на регулярной, постоянной основе, а не только тогда, когда мы узнаем, что через 2-3 дня у нас будет подведение рейтинга и каждый начинает заносить хвосты и связываться с противными министерствами, исправлять какие-то ошибки. Еще раз повторюсь, еще одну тему – уборку территории от снега и наледи, готовность к работе при ухудшении погодных условий. Несмотря на то, что зима у нас ближе к европейской и практически без снега, но тем не менее в отдельные дни снег выпадал, присутствовала наледь и много вопросов по взаимодействию с министерством благоустройства и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры. Возникало у Максима Александровича Пчелкина и все праздники представителей этих министерств, они посещали все муниципалитеты. В частности, довольно острыми остаются вопросы по уборке территорий остановочных пунктов вблизи железнодорожных станций. Дело в том, что эти территории должны содержать не муниципальные службы, а областная Мосавтодора и федеральная РЖД. Именно для этого необходимо тесное взаимодействие в этом вопросе. Вопрос по уборке и вывозу пусть немногочисленного снега возник у депутатского корпуса. Хотелось бы поинтересоваться, на фоне Москвы, мы-то вот какие денежные средства истратили на уборку снега. Что касается, сколько денег мы потратили, мы считаем не в деньгах, сколько мы потратили, поскольку у нас вопрос идет на пересчет материала. Мы не перемножаем кубы на деньги в конкретные дни. Мы делаем это по итогам каждого месяца, не за определенные с первого числа по девятый. Снег мы убирали. Если необходимо, за конкретный период мы обсчитаем, сколько это стоило и передадим вам в совет депутатов. У нас, потому что работа идет в основном через службу озеленения, она работает на основном муниципальном задании, который работает по эквечным территориальным расцентрам. Обсудили в ходе совещания тему зимнего отдыха в лагере юнормеец. В эти каникулы он принимал детей из Донбасса. Еще одной темой совещания стали предстоящие крещенские купания.